здравствуйте друзья сейчас я вас познакомлю с рядовыми самыми садоводами которые приехали за саженцами но так как их знания равны нулю то приехали сильно рано сегодня какой сегодня сентября августа 12 августа так вы не боитесь светиться увидеть себя в этом на канале железово поговорить я вам посоветов надаю а вы первые пока единственная которых я проведу питомник тот самый знаменитый пока все я стараюсь этого не делать но получается так приходится все равно объяснять объяснять готовы а это немного все прихорашивается это наш человек а что вы знаете это женщина садовода к сожалению их большинство среди простых а среди ученых меньшинство к сожалению вот так сложилось мужчины оттеснили так как тебя зовут ирина будем делать садовода вот смотри вот это вот где где наши идем сюда или на им это не надо вот эти вот уникальные книги по которым можно вырастить что-то вот это раритет потому что таких книг крайне мало и больше никогда не будет нет денег издавать их поэтому имей ввиду если скажешь папа я хочу у меня перейти день рождения что-то вот эту книгу или за тысячу или эту за 1500 вот как знать как знать но это пока только предложение настаивать не буду я хочу познакомить с питомником наших гостей вот представляться будете ну хотя бы как зовут как зовут наталья наталья и андрей андрей очень приятно дядя валера или константинович сейчас только мои помощницы не видели все время выходить всю пазанку собрали давайте по пути пазанка она конечно пазанка но вкуснее говорят ничего не ели пойдем сюда да тут у меня четыре сорта культурных один дикий вот так у сложилось пока не проверишь у кого угоститесь или на а грибы это здоровье почвы кстати вот вы наверняка естественно что миллионы людей никогда не пишут мои книги так вот вынужден говорить как бы мимоходом как бы невзначай вы увидели грибы увидели абсолютно здоровая почва грибы грибы это часть плодородия вот потом любви книги вас научат перекопать всю эту почву уничтожить все грибы грибницы микоризу заодно червей заодно самых ценные насекомых это этих самых самые ценные насекомые знаете кто это а вы знаете меня не слушает сирички нет муравьи пойдем дальше ладно вы что смеетесь и меня по понедельникам вебинары я в десятки раз проклинал те кто учат уничтожать муравьев главных защитников сада мы же сейчас идем по саду да смотрите клянусь богом никогда вы не найдете ни одной тли а муравьи есть они дежурят они на дежурстве вот я богом поклялся вы не найдете у меня три на абрикосах на грушах на сливах венгерках а это простите не доработка тех же муравьев знаете почему мы вынуждены выкашивать все это учебный фильм выкашивать всю траву и так как муравейники появляются незаметно пока и уже потом видишь когда в это проходит коса прям по над землей и вот они уже личинки муравьев уничтожены практически вот получается муравей не хватает за это прям на землю это же удобрение вот вот любуйтесь да дырки еще есть почему к саму не сажает большую часть муравейников к сожалению огромному ладно я знаю что хотел вам показать вы приедете попозже допустим да попозже и пойдете питомник вот сейчас вам покажу этот питомник с гордостью самый северный в мире неукрывной питомник лучший сад по качеству плода и как хорошо черный абрикос боитесь земли совсем вот ну-ка это величайшая редкость это черный бархат ну втроем ешьте одну я даже сергей привал в этом году черный бархат или нет это гибрид абрикоса со сливой а перебивает потому что это все зависит от того надо что привито так как это гибрид абрикоса со сливой то мы прививаем и на сливу и на абрикос а подой влияет на вкус вот там у меня эти самые сладкие они уже обобраны вылочной вишней я угощал как показывают вылочную вишню с кислинкой а к ней привитый где персик та без кислинки то есть влияние по двое учтите это маленькая часть того что есть в книгах то что я вам сейчас пока рассказываю пойдемте мой знаменитый питомник вот мы бы пораньше я бы 100 граммовыми абрикосами бы угостил вот недавно буквально два дня назад фильм снимали последние три штучки на дереве нашли он ведь эти яблони видите а мы в прошлом году выбрали почему-то она у нас нынче заболела ангель букова брали здесь брали так как не все удавалось продать и не хотелось продать ведь и сколько веточек это называется маточный сад это специальная обрезка и каждый из этих веточек получится несколькими деревьями станет после прививки вот так она выглядит это а здесь были такие же ряды вот остатки рядов видеть такие же ряды были саженцев сейчас вам покажу то что вы будете покупать смотрите вы поверите что вот это однолетние абрикосы я вам было это обещаю клянусь богом вот пленку только снимали на днях вот видите он уже с мой рост сожалению все что не удастся продать приходилось выпиливать вы такие роскошные абрикосы выпиливали два человеческих роста после кроны почему сейчас если не продашь звоните и говорите а я ничего я этого уже сами я поэтому говорю всем кому надо тот найдет вот они видите этот больше моего роста уже это все однолетки вот пойдемте персики покажу на перске я предлагаю или полностью укрывать даже привитые или укрывать на половину так теперь сейчас саженцев у сергея в горшках часть без горшков кстати вот персики видите как быстро растут как бешеные там это именно тут часы не ходили повезло 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 ну давайте хоть полу гнилые налетайте налетайте вот это уже по это уже собирали 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 они падают и падают давайте и главное угоститесь это моя знаменитая теперь фаина супер сорт тройной гибрид их нет на планете и быть не может железов шаман сейчас ездят садоводы в россии поближе давайте посмотрим ну пусть уже с этими косточки может с собой посадить не пожалеете поздновато все это уже надо выбрасывать косточка не пойдет пойдет конечно это же ценнейшую вещь видите они перезарелись коска готова только поддержите ее сухом виде до самой зимы так может еще найдем баночки маленькие стеклянные баночки с крышечкой холодильники до зимы перед зимой посадите это для вас для вас для обывателей которые это никогда не прощу твою книгу самый лучший способ почему потому что посадил и забыл а дальше волейте бога чтобы мыши не съели тогда точно вывесной зайдет это в каком месяце посадить ноябре перед самой зимой в конце октября так все наверно больше не найдем ладно хоть так попробовали то пойдемте сюда если вы у сергея привитые персики стоят порядка двух тысяч ну а там торгуетесь и торгуетесь в новом каталоге может быть и больше и меньше не знаю но есть небольшое количество персиков непривитых запомните но это обращаться уже придется уже как не уже не к сергею а к другой расценице вот так между мимоходами с костик вырастила но не дешевле по 1000 и по 2 а результат теплица есть вот посадите 2-3 штучки в теплицу там уже гарантия чтобы вот это не замерзлить никогда уж теплицы там другая проблема сейчас современные теплицы их делают из поликарбоната да окажется но они забывают и в этих теплицах они из них делают душегубки настоящие вот ни одной форточки ни одной фрамуги не крыши ничего так ближе к форточке садите так форточка открыто всю зиму да и только когда за 40 мороз будет тогда форточку закройте на пару дней я засыпал как значит получал феноменальные результаты и помогает лет не знаю но ты чего зима выпал снег я беру ведро раз под каждую часть перчика у меня в теплице это были эксперименты до плодоносят зимой нужно туда снег засыпать чтобы почва да ну желательно я говорю я так делал я так делал так что хороший был вопрос и ответ тоже я так делаешь фотографии дети с ведрами вот ну и не за счет зиму бывает через себя растает через месяц лень потом опять по поведерку под каждый саженец вы имеете ввиду что персик у вас будет весь выбор будет 2 это или минусинский или хасадский самый русский мире считается хасадский бельсинский я проверил тот же уровень газу градус так дальше вот всего 2 вы весь выбор так что придется выбирать это я про персик сказал абрикосы так сейчас погодите съемка-то идет хоть странно за идет смотрите допустим вы говорим про абрикос абакан он большой расскажите где вы у нас дача на самохвале ну везет же людям я только рот открыл у вас два района где стабильно без вымерзания растут персики вспоминайте под синие и гора самохвал но гора самохвал я все не изучал там тоже может быть с одной стороны солнышко с другой стороны по огороду тогда а мне надо знать что очень бесполезно сейчас солнце встает и идет просто когда проходит зима правая сторона более теневая это забора видимо поздно ну как я еще это а левая вся как бы вот середина левая сторона все прогреты но еще смотрели для снега поменьше вас некую давать ну как бы снег лежит ну ну ветра конечно вот видите вот это мажорский абрикос если бы вы сказали ну у нас там это самое вы хозяева допустим связка алюминиевого завода или там вот нам деньги девать некуда я бы сказал полностью вот этими абрикосами они полу культурная и у них прекрасно вкусное плоды только мелкие так ну до 40 грамм вот а полностью обсудил весь участок и закрыл и ветер солнце бы не закрыл вырастет большая вот я бы сказал так если у вас нет денег на лишний абрикос тогда другое дело тогда надо брать уже то что надежнее всего привиты на матрульский абрикос есть и есть левский какой-то у нас абрикос вкусный он у вас уже есть а где брали и что довели до полношения и не замерзла так с этого надо было начинать в прошлом году было 4 а нынче мы просто недавно приехали в отъезде вырос мама вон и компоты наделала и джим сделала и зачем приехали еще взять тогда давайте так есть такое понятие страховой фонд возьмите 12 амур артема а не попроще брать не последних зима лютая понимаете есть придем чему у нас один я думаю мало ли заболеет вот как яблоки а вот тем более идет хочется чтобы были плоды и думаю давай еще возьмем чтобы два два дерева было всего два давайте уже 20 то хорошо 10 у нас участок это не позволяет так вот такими мимо ну ладно ну давайте еще берем крайности другая крайность то что еще роскошнее это значит академик возьмите фаину фаину вот вот ваш глаза а вот чё сейчас ели это персик персик вы что вы правда фаину за персик приняли дайте вашу руку абрикос нет вам книгу придется купить попали не за это же здорово я у меня почти завтра вебинар я скажу вот фильм вот смотрите я это не засады казачки нет он считал что я его персиком угощаю вот дожили а действительно а дело в том что фаина она ой у нее такое прошлое у него в этих родичах есть королевский а в старой справочке говорит что королевский это сеянец абрикоса персикового а абрикос персиковый это гибрид абрикоса и персика и получается другого нету это один из потомка вот ну здорово все я не знаю это это же такое услышать от вас вот это супер абрикос не персик вот они круглые косточки круглые плоды круглые плоды они самые ценные эксплуатть невозможно и у меня есть примеры вырастают шикарные деревья только плоды поменьше у фаины средний этот вес 800 грамм запомнил какие надо брать фаина академик я бы еще взял бы другой стороны попросил амура хотя бы это каком-то выберем жигули первой модели нет на гладко надо оба а вот ну и пожалуйста пожалуйста знаем эти шутки побольше и это по яблочкам что можете сказать нам я по яблочкам к сергею ну пойдемте посмотрим на яблочек ладно я не знаю сколько у меня выдержит вот это съемка столько выдержит так ну кандиль белоснежная еще зеленая сало как сало что ее пробовать она зеленая так что тут есть так знаете что я сейчас считаю что фильм сильно длинный сейчас я восстановлю